На канале Россия, утро, Карачаева, Черкесия. Здравствуйте, дорогие друзья, доброе утро, жители и гости нашей республики. Сегодня в нашей утренней программе речь пойдет о том, кто имеет право на выплату пособий по безработице. Еще мы будем говорить о том, какие нововведения вступят в силу в наступающем 2023 году. Своего утреннего гостя я вам представлю сразу после прогноза погоды. В Карачаеве, Черкесии, местами дождь, в горах с мокрым снегом, ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы будут до 15-18, температура ночью плюс 2-7, в горах минус 3-2, а днем 7-12, выше нуля и местами до плюс 5. В Черкесии ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 15-18, температура ночью 3-5, а днем 9-11 градусов тепла. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем телевизионное утро пятницы. Я с большим удовольствием представляю вам гостя нашей студии. Это Алим Нюрмагомедович Ижаев, первый заместитель начальника управления государственной службы занятости населения по Карачаевой Черкесской республике. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Большое спасибо за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию для того, чтобы поговорить на тему, которая сегодня, наверное, как никогда актуальна. К сожалению, и наша страна, и наша республика сейчас вынуждены жить в особенных обстоятельствах, и очень многие люди остаются без работы, и в этом случае на помощь приходит наше государство. Так вот, давайте поговорим сегодня о пособиях по безработице, о том, какие вакансии сегодня в республике востребованы, ну и о многом другом, о чем, собственно говоря, мы с вами и планировали поговорить. Первый вопрос. Какой минимальный и максимальный размер пособия по безработице существует в настоящее время? Минимальное пособие для граждан это полторы тысячи рублей. Максимальное пособие это 12 792 рубля. Это три месяца и пять тысяч последующие три месяца. Пособия формируются от зарплаты гражданина, если человек отработал полгода и больше. Если он не работал, длительный срок, год-два-три бывает по-разному, то у него полторы тысячи. Давайте представим себе такую ситуацию. Вот я, допустим, работала и уволилась с работы по собственному желанию. Другой безработный уволился или был уволен по разным другим причинам. Это может быть и банкротство компании, это может быть оптимизация. Ну мало ли какие причины для этого существуют. Вот как в этом случае распределяется пособие и в том числе разница, вернее размер этого пособия и кому в этом случае будет отдан приоритет, если вообще так можно сказать? В данном случае приоритета нет, если человек был уволен с организации, которая закрывается или что-нибудь такое. При условии, если он не уволен по статье. Если он уволен по статье, то есть был вынужден уйти с работы в связи с тем, что работодатель уже не согласен с его работой, то у него будет минималка. То есть полторы тысячи рублей. Если человек самостоятельно написал заявление и уволился или организация закрылась и он уволился, то в зависимости от зарплаты у него будет 12 792 рубля или исходя от зарплаты. То есть процент вычитывается, по закону написано 70 процентов от зарплаты, но не превышающие 12 792 рубля. То есть тот факт, что он уволился по собственному желанию, он никак не играет? Никак не играет. То есть человек может уволиться по разным причинам, но при одном условии, что он должен отработать в этой организации 26 календарных недель. То есть минимум полгода человек должен отработать. Если он не отработал, то у него будет минималка. Ну, интересный, конечно, нюанс такой. Как служба занятости подбирает работу? Вот учитывается, к примеру, место жительства безработного. Ну, скажем, я живу в городе Черкесске, центр занятости предлагает мне работу, ну, где-нибудь в станице Зеленчукской. Если человек сам желает переехать на другое место жительства, то ему подберут там работу. Но по центру занятости он не может отправить человека без его желания куда-либо. То есть учитывается транспортная доступность работы, учитывается местоположение и место жительства человека. Исходя из этого, подбирается вакансий, куда он должен поехать и ознакомиться. Устраивает его, не устраивает. Поговорим сейчас о вакансиях. Какие вакансии сегодня и востребованы, и центр занятости их может предложить? Вакансий очень много, на самом деле, потому что у нас не хватает врачей, учителей, у нас не хватает рабочей силы, то есть уборщиков, не хватает сантехников, не хватает даже элементарно пастухов в республике. То есть даже такие вакансии есть? Да, даже такие вакансии есть. К сожалению, очень много вакансий, которые не хватают. Более двух тысяч на данный момент вакансий, которые свободны. А где-то можно познакомиться с перечнем вакансий? Конечно, надо обратиться в центр занятости, где вы проживаете, то есть в каждом районе и в городе, в том числе, есть центр занятости. И там вам подскажут. Вот иду всю информацию. Давайте представим себе, что вот я пенсионер, работающий пенсионер. Ну, я уволилась с работы. Имею ли я право, я здоровый пенсионер, умеющий что-то, в общем-то, еще и делать, имею ли я право встать в центр занятости на учет и чтобы мне подобрали тоже какую-то вакансию? Имеете право встать на учет по безработице при условии, что если вы откажетесь от своей пенсии, государственной пенсии. Если вы хотите просто поискать себе работу, то вы должны обратиться в центр занятости, как ищущие, и тогда вам подберут. Но это не на учет по безработице. Вот, как интересно. Есть маленький нюанс. Есть учет. На учет можно встать как безработный гражданин, а можно встать как ищущий гражданин. Безработный гражданин, ему выплачивается пособие, минимальное или максимальное, а ищущему ничего не выплачивается. Он просто стоит на учете, и он подбирает себе вакансии. А, к примеру, если моя пенсия настолько мизерна сегодня, ну, минимальную пенсию я получаю, это никак не учитывается? Это никак не учитывается. Пенсионер, он уже на пенсию отработал. То, что должен работать. Если он хочет дальше работать, ну, есть люди, которые вот живые, они хотят дальше работать и развиваться. Вот они могут пойти на переобучение. Они могут дальше идти работать, но как ищущие граждане, встать на учет. Это закон Российской Федерации. Вот, допустим, я гражданин такой, который в свое время остался без работы, получаю пособие по безработице, а потом вдруг в центре занятости выясняется, что никакой я не безработный, я работающий гражданин, и пособие я получала, ну, скажем так, не по закону. Имеет ли право ваша служба вернуть размер этих пособий, которые уже были выплачены мне? Конечно, конечно, имеет право. Есть либо добровольные, либо по судебным решениям. Ну, человек автоматически снимается с учета, и ему предоставляется информация, что он должен вернуть эти деньги. Вот я же говорю, либо добровольно, либо через суд. А как часто вообще встречаются такие ситуации в вашей практике? Встречаются, встречаются. Не могу сказать, что часто, но встречаются. Люди всегда пытаются обхитрить или просто по незнанию. Они вовремя не предоставляют информацию в центр занятости о том, что они вышли на работу. То есть они должны осведомить центр занятости, где они стояли на учете. О том, что вышли на работу, вот приказ, номер приказа. Но эта работа должна быть официальной? Конечно. Конечно. Только официальная работа. Он неофициальный, никто не может ничего сказать. Ясно. Можно ли уехать, ну, скажем, на месяц в другой город, и при этом не сниматься с регистрационного учета и, в общем-то, получать пособие? Уехать можно, но по закону Российской Федерации человек должен два раза проходить перерегистрацию. Два раза в месяц? В месяц. Да. И человек должен прийти с паспортом, с трудовой книжкой в центр занятости и лично. Не кто-то, чтобы принес его документы, а сам лично он должен прийти с паспортом и трудовой на перерегистрацию. Но в том регионе, где он прописан? Где он стоит на учете. Где он стоит на учете? Да. Он прописан и стоит на учете. И проблем нет. Ну, сказать, что на месяц я могу уехать куда-нибудь, нет. У человека автоматически останавливаются выплаты, если он не прибудет на перерегистрацию. Понятно. Алина, вот некоторое время назад, наверное, когда мы все окунулись в это очень сложное время, пандемия коронавируса, многие остались без работы, предприятия перестали работать. И тогда государство тоже пошло навстречу, внесло какие-то дополнения в действующее положение. И очень многие стали получать пособия, даже те, кто находился под риском увольнения или переведения там на неполный рабочий день. Или, скажем, люди боялись, что их отправят в отпуска без содержания, при этом очень частенько не предоставлялись никакие-то выходные пособия. Вот тогда были приняты такие основополагающие документы, на основании которых мы, в общем-то, и живем последние, наверное, года три. Но скажите, пожалуйста, на сегодняшний день эти законы работают? Конечно, работают. Они мало того, что работают, люди обращаются, и центры занятости работают с этими людьми. То есть люди, которые в трудных условиях, то есть временно ограничено рабочее время у людей. Или они временно не работают. Они все обращаются. И проблем нету при обращении в центр занятости. Они могут получить даже финансовую поддержку на открытие ИП или на открытие фермерского хозяйства. Вот я, кстати, не упомянула людей предпенсионного возраста. Это очень уязвимая такая группа населения, которая... Вроде бы люди еще сил полны и работать хотят, а вот не всегда получается. При возможности мы всегда идем на встречу и находим вакансии у разных работодателей. Если есть у человека желание переобучиться, переподготовиться, мы можем отправить на обучение. У нас есть вот сейчас очень интересная программа WorldSkills, российские вузы РАНХИКС и госслужбы и Томский государственный университет. Мы можем отправить на обучение туда. То есть это на удаленном, через интернет может человек обучаться. Проблем нету. И очень много пенсионеров, которые обучаются как внутри республики, точно так же в вышеперечисленных вузах. У многих есть желание. Кто-то уходит даже учиться на парикмахера. Такое тоже есть. Парикмахер не замечательная профессия, по-моему, делать красивыми людьми, людей. А вы знаете, с чем я столкнулась? Вот несколько лет назад мы по этой теме ездили по региону, по нашему, и беседовали именно с потенциальными работодателями. То есть с предпринимателями, у которых свое дело, и они нанимают работников на свои предприятия. Так вот, мне там один молодой человек сказал, что вот вы там себе в городе живете, вот вы на себя посмотрите, как вы выглядите там в свои годы. А вот женщина ваших лет в селе, она вся большая труженица, которая копается там в поле, в огороде и работает совсем по-другому, чем вы там, журналисты, ездите в красивых машинах и записываете всяких интересных людей. То есть они предпочитают брать на работу людей молодых, но на их взгляд более работоспособных, что ли, более продвинутых, даже в плане владения интернетом или еще какими-то новыми технологиями. Вот что делать людям предпенсионного возраста, которые живут в сельской местности? Куда им бежать? Ну, вакансии всегда есть. Было бы желание работать. Помимо этого, есть программа людям предпенсионного возраста. Если человеку осталось там год-полтора до пенсии, то Центр занятости выплачивает пособие до выхода на пенсию через ФСС. Это программа есть, и люди обращаются. Вот нужно больше о ней рассказывать, чтобы больше населения имело информацию об этом. Люди не информированы, поэтому наша с вами задача доносить эту информацию до населения. Да, но мало того, что мы должны доносить, люди должны еще услышать то, что мы пытаемся донести до них. Алим, вот, как говорится, интернет был в помощь, и я увидела информацию, что в октябре месяце еще какие-то нововведения появились в действующих положениях. Расскажите, пожалуйста, о ней. Нововведения появились в октябре месяце на 2023 год уже, если вы имеете в виду о поддержке, финансовой поддержке работодателей на 2023 год. С целью снижения напряженности на рынке труда и обеспечения социально-экономического положения, стабильности на территории Карачаева-Черкесии, точно так же, как и на территории Российской Федерации, правительством Российской Федерации были приняты ряд решений для улучшения ситуации. Таковым решением первое является финансовое обеспечение затрат работодателей на заработную плату при общественных работах. Второе – это финансовое обеспечение затрат работодателей на временное трудоустройство граждан. И третье – это финансовое обеспечение затрат работодателей на организацию профессионального переобучения или дополнительного переобучения промышленных организаций, предприятий, находящихся под риском увольнения граждан. – То есть это будет поступать дополнительное финансирование? – Да, конечно. – От государства? – Конечно. Это будет дополнительное финансирование. Оно было и в этом году, оно и будет в следующий год. Независимо от ситуации, но уже принято такое решение. – Ну хорошо. А вот список категорий граждан, которые могут рассчитывать на пособие по безработице, он не расширяется случайно? – Нет, он максимально расширен. Зачем его дальше расширять? – Он очень четко прописан. И любой гражданин, который не работает на данный момент или уволился, он может в любое время обратиться и получить и пособие, если он встанет на учет как безработный, и информацию, которая его интересует. В этом ограничений нет. – Ну мы как-то все с вами в общем-в общем об общих каких-то таких тенденциях говорим. Что касается Карачаева и Черкесии, как сегодня у нас обстоят дела в нашем регионе? Насколько население знает о вашей службе и обращается к вам, получает в свою очередь ту поддержку, на которую рассчитывает? – Да, население знает о нас. Есть 12 центров занятости во всех районах и городах нашей республики. Население непосредственно ежедневно, кроме выходных, конечно, обращается и получает информацию, становится на учет. – Сейчас упрощена система постановки на учет. Люди сейчас могут обращаться через интернет, писать заявление и заполнить резюме, так называемое, на сайте «Работа в России», где человек, не приходя в центр занятости, может встать на учет. – Помимо этого, люди могут обращаться, если они нехорошо владеют интернетом или у них нет возможности зайти через компьютер в сети, в центр занятости, где стоит отдельный компьютер, и специалист подойдет, подскажет, поможет встать на учет, то есть подать заявление. – А встать на учет, если он по всем параметрам подходит, то в течение 11 дней его ставят на учет. – С какими документами нужно к вам прийти? – Обязательно паспорт, трудовая книжка, ИНН и СНИЛС. – Спасибо большое. – Не за что, это вам спасибо. – Спасибо. Если у вас есть что добавить. – Да, есть очень интересный факт, пользуясь случаем, хотелось бы сказать для руководителей организации предприятий Карачаева-Черкесии, что служба занятости населения призывает работодателей Карачаева-Черкесской республики размещать всю необходимую информацию, все необходимые сведения на платформе «Работа России». – Сведения о вакансиях? – Сведения о наличии свободных рабочих мест, о наличии специальных рабочих мест, оборудованных для работы инвалидов. Это касается всех организаций, численность которой превышает 25 человек. – На основании федерального закона о занятости населения с 1 января 2022 года работодатели обязаны размещать на единой цифровой платформе «Работа в России» всю информацию. – Я надеюсь, вас услышат сегодня. – Спасибо большое. – Алим, я еще раз благодарю вас за участие в нашей программе. От всей души желаю вам успехов в вашей работе. Даже не знаю, что пожелать в этом случае. То ли побольше работы, побольше безработных вроде бы как-то не стыкуется. Поэтому пусть у нас будет больше возможностей оказывать в необходимых ситуациях помощь, но пусть безработных все-таки будет меньше. Пусть люди работают и получают удовольствие и от работы, и от заработной платы. – Спасибо. – Спасибо вам большое. – Это вам спасибо. – Друзья, я на этом прощаюсь с вами и желаю вам всего самого доброго. До свидания. До новых встреч в эфире. – Спасибо.